Девушки отдыхают Это программа Зомбоящик Пожалуйста, нажмите на лайк И мы сразу же приступим Ну вот, другое дело Специальная операция Хлопок Англосакси Задумление Отрицательный рост 7 месяцев пропаганда, как заведенная, рассказывает нам про украинских нацистов Нацизм? Это плохо Спору нет Но есть один вопрос А где, собственно, заканчиваются обычные украинцы И начинаются те самые страшные нацисты? 24 февраля все было предельно просто В Украине жили прекрасные люди Буквально наши соотечественники Братья Младшие А вот государственная власть и являлась сосредоточением всего зла Однако, как только стало ясно, что Киев почему-то не получается взять за 72 часа Настроения стали меняться А признаки нацизма стали обнаруживаться постепенно всюду Топчу, русню На скейте, разумеется, от украинского дизайнера Да в таких носках Гитлер ходил Но кринж, льющийся из зомбоящика, отлично компенсируется злобой и попытками обрисать воображаемым оружием, которое пропагандисты, конечно, никогда не держали в руках и держать не намерены Кого именно надо уничтожать на территории Украины для того, чтобы в очередной раз победить фашизм, уже давно непонятно А как бы гуманная, ну как ее поначалу пытались представить, деноцификация довольно быстро стала издевательским синонимом для слова убийства Да так всем понравилось в этом значении, что в зомбоящике даже стали иной раз проводить ликбез Деноцификация это не только, так сказать, уничтожение тех, кто пытается сейчас с оружием в руках противостоять освобождению Украины Наши теледрузья ловко лавировали все это время между перспективой Гаги и кремлевской кормушкой Но Гага хоть и тревожит, но пока кажется далекой А родной хозяин, он тут близко Кремлевская сука День за днем спикеры провластных медиа изрыгали тонны ненависти и приветствовали кровопролитие, объявляя врагами всех подряд От представителей так называемого политического украинства, которое они выдумали, чтобы вяло отнекиваться от обвинений в призывах к геноциду До западных журналистов Сука, мы все придем и всех вас убьем А так называемая спецоперация, которая вроде бы началась, чтобы защитить население Донбасса Потихоньку превратилась не только в беззастенчивую оккупацию территории Но и в мероприятия по захвату нового, свежего населения с хорошими, годными национальными признаками И это теперь не только не скрывает, этим гордятся и объявляют военным успехом В результате нашей вот этой военной работы русских вместе станет минимум на 10 миллионов больше Но, конечно же, как только кто-то начинал говорить о фашизме в России, прокремлевская прислуга впадала в праведный гнев Потому что больше подлости, чем от англосаксонских фашистов, как оскорбить россиян, сказав, что Россия – это страна, где поднимают голову фашизм, было нельзя Эх, нелегка доля отечественного пропагандиста Тяжело сидеть на двух стульях Но счастье привалило, когда в начале этого месяца украинская армия пошла в контрнаступление То есть, конечно, сложно было объяснить телезрителям, что мы по-прежнему, даже отступая, побеждаем Однако было дано разрешение на небольшую истерику и более грозное классынье зубами Один из ключевых объектов энергетической инфраструктуры региона – в руинах в городе остановлено метро и серьезные проблемы со светом Два месяца назад Путин говорил, мы помним, что Россия всерьез еще ничего не начинала А вот сейчас, видимо, уже начала Итак, в связи с жестким ответом российской армии, которая начала воевать всерьез Видали, как они лихо расправились со стеной Стало, можно наконец, говорить прямо То, что раньше было необходимо выдавливать из себя в виде полунамеков Первая наша проблема – это вот это, знаете, советское сохраняющееся деление Что где-то есть плохая власть, но хороший народ И этот хороший народ готов с нами вот-вот одумается, готов с нами сотрудничать Вот практика показала, что нет такого деления Украинские соотечественники, о страданиях которых под игом нацизма плакали все это время на телеэкранах Стремительно стали перерождаться в таких же врагов, как и политическое руководство Украины А если где иногда и тормозят с этим волшебным преображением, то прежние лицемерные жалости уже не проявляют К чему приведет этот блок-аут? У нас там появится больше друзей? Когда там не будет холодно, голодно, не работает водопровод А нам нужны там друзья? У нас там соотечественники У нас там соотечественники? Ну давайте мы сначала их освободим от нацизма Да А потом обогреем и накормим В общем-то в зомбоящике так переполошились от атаки ВСУ, что и свои уже деноцифицированные, то есть русифицированные люди на захваченных украинских территориях Им резко стали неинтересны И вот уже гости вечернего шабаша на «Россия-1» с детской непосредственностью нам прямо так и говорят Главное – это война, а население перетопчется Приходится принимать иногда тяжелейшие решения Гражданские, к сожалению, что бы мы ни говорили, они историчные Крупно обделавшись и получив по шапке от турбопатриотов, завсегдаты и телеэфиров объявили переломный момент в войне И теперь все, ну совершенно все будет по-новому, честное слово Но боевые действия не пойдут больше такими темпами, таким взаимодействием, как было раньше Это однозначно Все, рубиком пройден Ну, ну вот незадача У пропагандистов уже кончились не только смыслы, но даже и слова Это такой Рубикон, мы перешли Рубикон с убийством Даши К сожалению, Рубиконы они перешли еще после убийства дочери философа Дугина Тогда же в телеэфирах разбрызгали неимоверный запас слюны, который практически истяк с сентябрю Шутки кончились, они перешли к террору, как знак того, что они проигрывают на полях сражения Значит, надо перенести их головную боль внутрь их террористического мерзкого бандастана Перестать использовать термин Украина, его больше нет Есть угил То есть, Украину уже успели обвинить не только в нацизме, но и в терроризме А вы, конечно, помните, что по старой доброй русской традиции террористов безжалостно мочат в сортирах Как и куда еще повышать градус злобы после всего этого? Задача, прямо скажем, нетривиальная Но буквально из бессознательного прорываются подсказки Ну, на мой взгляд, нужно все-таки какая-то ясность в политическом решении украинского вопроса Говорит, я-я, хорошо Шнеля, шнеля Окей, давайте уже говорить там окончательное политическое решение украинского вопроса Можно даже без слова политическое Ну, раз уж вам так хочется, раз вас так и тянет Мы... мы не такие Да ладно вам, Владимир Рудольфович, ну не смущайтесь Ах да, у Маэстро же еще вилла в Италии До сих пор еще не угасла надежда Поэтому рубить всю правду будут его милые гости антифашисты По поводу признания наличия украинского народа Это самая большая ошибка, которая существовала в нашей советской истории Ну, то есть нет украинского народа? Украинского народа нет Вам скажет любой историк Любой историк вам это скажет, что не существует Как только мы начинали еще при советской власти говорить Ребята, вы целый народ, у нас, так сказать, национальная ленинская политика Эти самые и националисты, между прочим, украинские Тут же пролезли в обкомы Украинского народа нет А украинские националисты были и есть Наверное, каждый, кто не согласен с первым утверждением Автоматически теперь должен быть записан в категорию украинских националистов А как надо поступать? С националистами нам доходчиво объяснят на примере Второй мировой войны Само собой Он пишет о том, что встретил людей, которые ехали немцев Которые же после были после мая 45-го года И один из них говорит о том, что, значит, ему говорят Как? 6 миллионов было уничтожено в концентрационных лагерях Он говорит, а если бы им больше уничтожили, то мы бы победили И вы хотите исправить... То есть, как думаете, какое количество людей сейчас с той стороны, которые думают точно так же? Но российская пропаганда не была бы российской пропагандой Если бы не вкидывала одновременно кучу разных интерпретаций происходящего И объяснений, с кем же мы вообще воюем Вот и очередная смена концепции подъехала То есть, раньше, вы помните, делили, да? То есть, это ВСУ, это парни, там случайно... Это НАЦБАТ, это... Забыли? И НАЦБАТов нету, и украинской армии нету, и ВСУ нету Это подразделение НАТОвской армии Ну, то есть, все Закончилось отделение мух от котлет Не получается, и надоело Все одно НАТОвские войска, НАТОвское население, все враги Здорово, как получается И очень удобно Странно только, что после такой долгой промывки мозгов После стольких историй об ужасах кровавого режима Вазеленского НАТОвско-нацистского режима, я замечу Телезрителей, похоже, все еще недостаточно оскотинили Их до сих пор необходимо убеждать В необходимости задавить последние крохи сочувствия И уже больше нельзя никого щадить И мы для себя должны изменить То впечатление С которым мы заходили В эту специальную военную операцию Нет, они сегодня Все воюют против нас Стоило украинской армии Отвоевать немного украинской же территории Как пропаганда Отбросила последний стыд И стала вопить о том, что мочить уже надо Всех подряд, без разбора Проблема только в том Что ничего нового они придумать уже попросту не в состоянии Все идеи уже были озвучены миллион раз А тем временем интерес к политическим ток-шоу У аудитории продолжает падать и падать И новый виток разжигания ненависти к украинцам С призывами к их уничтожению Вряд ли чему-то тут сможет помочь Пропагандистам, которые в феврале прогнозировали Взятие Киева за три дня Теперь пришлось каким-то хитрым образом Рассказывать об отрицательном наступлении путинских войск в Украине Подбирать словечки, чтобы объяснить так называемое сворачивание И так называемую перегруппировку Где была эта чертова разведка? Все их головы должны слежать на столе у Путина, отрубленные по самой основании Поэтому сегодня мы разберемся С кем именно по версии останкинских экспертов воюет Владимир Путин И какие качества вражескому военно-политическому блоку Приписывают слуги зомбоящика Для чего создавалась НАТО? Для сохранения организации и упрощения мировой гегемонии англосаксов В этой логике Советский Союз уничтожен предателями Прекрасно с их точки зрения Сохраняем НАТО для того, чтобы гегемония англосаксов продолжалась дальше Все логично Начнем с контрнаступления Оно получилось удачным для украинских войск Настолько, что штатному ОБЖшнику из Минобороны, Коношенкову Даже пришлось подготовить оправдательный брифинг И сказать нет-нет Не об отступлении и поражении, а о перегруппировке Принято решение перегруппировать российские войска Находящиеся в районах Балаклея и Изюма Для наращивания усилий на Донецком направлении С этой целью в течение трех суток проведена операция По свертыванию и организованной переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск На территорию Донецкой Народной Республики Перегруппировка Это последнее обновление в словаре Кремлевского новояза Слово, занявшее место где-то между хлопком Отрицательным ростом и высвобождением кадров на рынке труда Фактически оно означает военный провал Который в эфире подается как хитрый стратегический ход Кремлевских мордоворотов в генеральских погонах Вот если вы сегодня откроете украинские паблики Вы везде увидите Мы скоро освободим Крым Никто же вам не расскажет в конечном итоге Что во время наступления Или атаки Или же провала на херсонском направлении ВСУ потеряла около трех безвозвратных потерь Тысяч украинцев В нагрузку к перегруппировке Как и полагается у пропагандистов Зрители получили свежую порцию конспирологии Похоже, что найти в останкинских студиях С карманными экспертами объяснение другого рода У телепродюсеров не получилось С одной только Украины Пентагон незаконно вывез более 16 тысяч биопроб Проще говоря, образцы тканей и сыворотки крови 16 тысяч человек Кому-то это очень выгодно Кому-то нужно понять Каким образом определенные типы Работают бактерии На определенный тип нации и этноса Да и не только в Останкино За пределами телецентра Судя по всему толковых людей Согласных оправдывать российских военных В чужой стране Нет тоже Остались только проверенные Глубоко травмированные Турбопатриотизмом люди Ассоциация одна Если не ошибаюсь Солженицын история Когда там Значит С зэками везли Значит какую-то девушку арестованную Вот они ее изнасиловали Потом сорвали с нее там все, что было Продали, еще и выпили Вот с Украины происходит ровно то же самое То есть ее, что называется Очаровательная метафора Мы начинаем воевать с противником Который технически хорошо насыщен То есть у них есть оружие Им дают Который обучен Который мотивирован И который по-прежнему превосходит нас численно В этом случае там Пару дивизий Северокорейских добровольцев Нам бы совершенно не помешало Нам совершенно не помешает Огромное количество леваков Из Латинской Америки Которые ненавидят США Которые отлично относятся к России И которые тоже с удовольствием приедут Что называется Поохотятся вот на этих самых Американских инструкторов Зачем Пренебрегать опытом Интербригад Которые всегда воевали Со времен Войны в Испании Вот, например, ради Объяснения крупнейшей фронтовой неудачи Журналисты НТВ Во второй раз вытащили Из криокамеры Боевого деда экстрасенса СКГБ Ивана Фомина Пробиться к нему на прием почти невозможно Напряженка была у меня страшная До сих пор напряженная Вы подумайте В день 64 звонка Провидис Фомин В прошлый раз Предсказывал капитуляцию Украинского режима 17 сентября И мы об этом рассказывали В прошлом в зомбоящике В одном из Ссылка на него сейчас появится Где-то вверху экрана Точная дата Буквально через пару минут Так когда же? До сентября Где-то в сентября Июнь, июнь До сентября Вот в сентябре должно стих Стихнуть Это по моему видению Числа 17 Вот цифра 17 выходит Кстати А какое сегодня число? Не 17-е или случаем? Нет 17-е это уже прошло И это Что? Мы может чего-то не знаем? Может Киев взяли? Нет Кое-чего Мы не знаем Вы вернее не знаете Потому что НТВ Сделала Вторую серию Фильма про деда Со сногсшибательно Точными прогнозами Стоит только вспомнить Об Украине Вот Семнадцать Уж такому Наверняка следует довериться Ну и Около КГБшный медиум Продолжает начатое Делает Так сказать Апдейт Он Перенес дату Капитуляции Украины Теперь все ждите Семнадцатого марта 2023 года Хотя может До этого времени Он опять успеет Сделать новый прогноз По моим прогнозам Все уладится В марте 2023 года В марте Выходит даже Цифра Семнадцатого Марта Ну и конечно же Дед продолжает Не только давать прогнозы Но и рисовать Несчастным зрителям НТВ Экстрасенсорный Образ президента Украины Зеленского Тот у деда Получается Недальновидным Несамостоятельным Человеком Подвержен Чужому влиянию Провидец уверен Почти все Стратегические решения Зеленский Принимает Под сильным давлением Извне Он Все время Находится Под влиянием Окружающих Лиц Но увы Его главный Хозяин Сидит В Вашингтоне Зовут его Байден И это Многое Объясняет Здесь заметим Что приписывание Бесхарактерности Осенью Стало популярным Приемом пропаганды Безвольным Например Получился В телевизионных Некрологах Первый И единственный Президент СССР Михаил Горбачев Горбачеву Пообещали Что НАТО Не будет расширяться На восток Поверив Западу На слово Он заложил Мину Замедленного Действия Под фундамент Безопасности Всего континента Горбачева Обнимали И в то же время Работали На уничтожение СССР Даже не на сдерживание А на прямое Уничтожение Используя при этом Все возможные ресурсы Евгений Миронов Называет второе После доверчивости Качество Горбачева Которое мешало Ему быть Политиком Второе качество Это нерешительность Нерешительность Потому что Даже в самый Острый момент Когда Уже Случилась Беловежская Пуща И когда Ему по-моему Рудской Говорил о том Что надо Их арестовать Он сказал Нет Это пахнет Гражданской Войной Общее место Некрологов В том Что Горбачев Сдал СССР Врагу Или по другой Версии Поверил Обещаниям Тайных На самом деле Нет Мировых Гегемонов Американцев И перемкнувших К ним Других Натовцев Именно Они Помыкали Горбачевым В 80-х Как сейчас Управляют Зеленским Выполняя Приказы Более Законспирированных Лиц Которые Решают Судьбы Мира А кто Они такие Эти лица Спросите Вы У деда Ванги И у Других Пропагандистов Нет точного Ответа Но и Есть Гипотезы Мне все К сожалению Можно Говорить И в офисе Я уже Я уже Получаю Информацию С той же Украины И с того же Киева Ой ну ладно Мировые заговоры Они такие Мировые заговоры Поговорим Лучше Хотя бы О сколько-то Реалистичном Оправдании Армейских Провалов Кремля Речь идет О роли НАТО В поддержке Украины Нравится Не нравится НАТО Расширается И еще Как расширяется Напомню Что по версии Телепропаганды Так называемая Спецоперация Должна была Остановить Экспансию НАТО А получилось Ну как получилось Ровно наоборот И если нам Зеленский скажет Мы готовы Собственно Наносить удары Уже по Территории Российской Федерации Ответом Может быть Только Реальная Мобилизация Общества И государства Российского Ну кстати Еще вроде Планировалось Что война Не позволит Украину Накачивать оружие Тоже Получилось Все наперекосяк Не начни Путин войну У Киева Вряд ли Когда появились Что хаймерсы Что цезари А да ладно Вернемся К кухонной Конспрологии Пропагандисты Как всегда Не смогли Придумывать Ничего нового И к сентябрю Повторили В режиме Блиц Все то же Что вы слышали От них По телевизору Последние полгода Мы должны Повторяю Чувствовать Что война Не здесь Ни как-то Ни что-то Как вы говорите Не улыбка Война Она грохочет Нас в ушах Она грохочет В нашем сознании Общество К военной операции Готово И не надо его жалеть Не надо делать вид Что у нас Ничего не происходит Не надо говорить Что у нас Вот кстати Там вот война А здесь Вот значит У нас Все как обычно Нет Не все как обычно Люди Очень напряжены И очень переживают Мы в ответе За тех Кому Кого приручили А мы в ответе За тех Кого освободили Мы не можем Их бросить Операция должна Проводиться Так как она проводится И она будет Доведена до конца А конец Это для нас Всегда победа Пройдемся По хайлайтам Украинская Ой То есть НАТОвская армия Отчаянно побеждает Потому что Это НАТОвская армия Ей проигрывать Не так обидно Как каким-то там Украинцам В горячей войне Мы Украину победим За два дня Чего ее побеждать Господи Ну Украина Подавили эти огневые точки Это Симоньян Еще полтора года назад Говорила Ну а сейчас Для смягчения Удара по самолюбию Остается только говорить Что в Харьковской области Армию Шойгу Победили не украинцы А господа Англосаксы Ну а если Среди тех И были украинцы То они были Под кайфом Мы видим Как они Умирают Мы их Давим Артиллерией Но они Все равно Как мясо Понимаете Они их Присылают И присылают Обычный Нормальный Человек Так воевать Не будет Мне кажется Они Или под Наркотиками Или под Каким-то Воздействием Препаратов Они работают А в чем Это проявляется Проявляется В том Что в него Попадаешь А он Дальше бежит И ведь Российских Экспертов И военкоров Не смущает Что наркотики Тормозят Реакцию И влияют На восприятие Человека Негативно Влияют Под метаамфетаминами Которые В нацистской Германии Действительно Пробовали Использовать Как наркотики Боевого назначения Гитлеровские Солдаты Воевать Не смогли Пробочные Эффекты Буквально Выводили Солдаты Строе На 2-3 Дня После приема Пропагандисты Об этом Конечно же Не расскажут Но с радостью Напомнят Вот такой факт Уроженец Конго Несколько лет назад Вместе с двумя Братьями Приехал в Луганск Учиться На военных сборах Им предложили Вступить в ряды Народной милиции Я никогда Бросаю Моих брата Потому что здесь Взял По семье Мы получаем Информацию О том Что Чернокожие Наемники Но что это сказать Это Очень уверенный Стук со дна Поскольку Успех в бою Явно зависит От выучки солдат От их опыта От способности Принимать решения Во время столкновений С противником Ну там От огневой Прости господи Поддержки И связи Но никак Не от света кожи Хотя может быть Быть может Это преклонение Перед черными Таким образом Все таки докатилось За наших федеральных каналов И это не так встали Перед африканцами На одно колено Так сказать Black Lives Matter Блин Интересно Как у них У пропагандистов В одном союзе Перевариваются Одновременно Укра Нацисты И чернокожие вояки Но сдается мне Патентованные нацисты Как раз сидят У нас В телевизоре Также сообщается Что войска НАТО Прибыли в Волчанск Недалеко от границы С Россией Наемник из США Ну нашли просто уже Под псевдонимом Роб Рой Наполовину индейц Он По крови Этот веселый Индеец Командир И командир с опытом Максимум опыта Это африканское сафари Люди которые Стреляли По Простите Неграм Которых Какой-нибудь Перемотанный Изолентой Калашников И которые Всего боятся И из кустов Стреляют И убегают А тут вдруг Перед ними Явился Российский солдат Во всей своей красе В результате Как ни стараются Военкоры И эксперты У них получается Классический Образ врага Демонически сильного Но в то же время Крайне слабого Безумного И одновременно Коварного Кровавого И расчетливого И те же самые Качества Распространяются На весь Без исключения Западный мир Не верите? На Украине Мы проводим Специальную Операцию По ликвидации Антироссии Одновременно Мы ведем Войну С Западом Который Создал Эту антироссию Ну и конечно же Всю эту войну В соседнем государстве Предсказал Владимир Жириновский А уж он то был Знатный Специалист По разным развлечениям Молодыми мальчиками Старик при жизни Знал ЛГБТ Врага В лицо Так сказать И так же Как его последователи Отрицал Саму возможность Поражения России Война Война будет На территории Украины За Крым За Кавказьи Запад поддержит Армян Против Баку И Поддержит наоборот Тбилиси Против Абхазии Но НАТО Будет то делать Я вам это говорю Вот только факты О контрнаступлении С прогнозами И образами Сконструированными Из сюжетов RT И иногда Из фрагментов Раженского Телеведущего Fox News Такера Карлсона Не сочетаются Призыв Подготовка И правильно Что мы ушли Из Шарькова Нам реформу Надо Серьезнейшую Проводить Не выходя из боя Быть может быть И НАТО Совсем не тот Альянс О котором Рассказывают Нам на ТВ Скажем спасибо Низкому качеству Пропаганды О реальном положении Вещей И расстановке сил На фронтах В том числе Идеологических Теперь догадываются Даже самые Отмороженные Сторонники Путина Включить Жесткость Исполнение Приказа Наказание За дезинформацию Командования О ситуации В веренном Подразделении За Утрату Имущества Боеприпасы Танки И все остальное Прямо на месте Карать Это была программа Замбоящик С вами был по-прежнему Я Илья Шепелин Если хотите Видеться со мной Почаще То в описании К этому видео Есть ссылка На мой маленький Ютуб канал Ну а на популярную Политику Вы и так уже Наверное Давно подписаны Если нет То скорее Ставьте колокольчик И ждите Нашего следующего Выпуска Четверг На будущей неделе Ну и ставьте лайк Если вы такую возможность Еще не израсходовали Пока Субтитры сделал DimaTorzok